Разбор ошибки хелпера на примере реальной ситуации девочки Анечки, которая позволила публично ответить и опубликовать ее запрос, ее задачи. Хелперами обычно называют тех, кто помогает вам конвертировать, обновлять, либо получить венжи. Дальше пойдет рассказ Анечки о ее ситуации. У меня такая ситуация. Я сначала приехала в Италию, чтобы учиться на стажировку на полугода, но пермеса мне дали на год. После стажировки я осталась здесь, и я нашла компанию, которая помогает делать пермеса. Они мне предложили сделать пермеса с печали. Это такой вид пермесы, по мотивам того, что я не согласна с ситуацией на Украине. Я отдала часть денег, начался процесс, она взяла аппунтаменты, и потом был момент, когда я должна была дать вторую часть денег, и она мне дала аппунтаменты для отпечатков пальцев. В начале октября она мне написала, ну там, как документы. Со временем я ей все отправила, и я уже понимала, что вот сейчас у меня будет аппунтаменты. И тут ближе к концу октября я посмотрела эти документы, и было написано, что у меня аппунтаменты было 1 октября. Я поехала в этот иммиграционный центр. И тут мне говорят, что моё пермеса с печали, оно, в принципе, его быть не могло, потому что после марта принялся такой закон, что больше его не существует, этого пермеса с печали. И я там, конечно, очень сильно расплакалась, потому что мне начали предлагать политическое убежище. Я начала писать и звонить этой женщине, она ничего не отвечала. И вот всё, что мне сказали, это то, что даже если бы вы пришли в октябре на ваши аппунтаменты, вас бы развернули и сказали, что ваш пермеса не действительно, ну такого больше нет. Она мне говорит сейчас, что это не так, что если бы я пришла в октябре, то у меня было бы пермеса. Хотя бы вот всё это приостановили в марте. Ну, как факт, вот сейчас я осталась вообще ни с чем. Без визы и без пермеса. И получилось так, что сейчас я не понимаю, как это изменить. То есть у меня была пермеса до этого, пермеса студио, но оно закончилось в июне. То есть уже прошло где-то полгода, может чуть больше. И его реновары, я его не могу обновить. Просто вот с этим адвокатом, ну получается, что всё, ничего, она мне ничем помочь не может. Деньги заплачены, ну по сути ничего в результате нету. И вот самое страшное, что я сейчас без пермеса. И я вот пытаюсь понять, могу ли я как-то сделать пермесы, пока я здесь нахожусь. Там старое продлить или сделать новое, чтобы не возвращаться в Россию, не брать визу. Потому что сейчас очень тяжело выдают визы, я всё это понимаю. А я здесь в принципе живу, у меня вся жизнь здесь, работа здесь, молодой человек здесь. Ну то есть прямо это моё место жительства, постоянное. Как вы видите, ситуация Анечки была отличная, просто чудесная, потому что у неё был студенческий действующий ВНЖ и у неё по стажировке. То есть он запросто конвертировался в обычный рабочий. Для этого нужно было просто пойти в префектуру, либо в любое патронату КАФ и получить нулоосту на конвертацию. Можно было получить нулоосту разрешение на конвертацию, как лаворо-аутоному. Но осторожно, лаворо-аутоному – сложное выполнение. Его можно делать только если у вас есть деньги на счету, которые вы можете показать порядка 35 тысяч 25. И если у вас, правда, опытный помощник, который давно уже работает, который уже прошёл все ситуации, который точно знает, где, как всё правильно сделать. Либо самый простой вариант – это найти работодателя, который пообещает взять на работу. Дальше мы посмотрим, что можно сделать Анечке в этой ситуации. Для получения нулоосты и для конвертации законной, стопроцентной, гарантированной, Анечке необходимо было иметь в НЖ студенческий действующий. То есть это надо было сделать, пока он не просрочился. К сожалению, её хелпер, её помощник ошибся и предложил вот этот дикий вариант с протеционной печали. К сожалению, так бывает, что хелпер вот находит какой-то свой способ, изучил какой-то один способ работы и всё время пытается его повторять. И это может быть опасно для заказчика, который обращается к этому хелперу, потому что он может просто притянуть ситуацию за уши, и она не получится. Что нужно делать вам, зрителям? И Анечке, Анечке уже поздно, что можно делать вам? Смотрите, когда вы обращаетесь к любому хелперу, спросите ещё у нескольких. Я понимаю, что старички очень заняты. К старичкам добиться сложно, вот достучаться. Мне без конца приходится извиняться, потому что бедные люди ждут ответа по 2-3 недели. Но если вы напишите в одном месте, во втором, в третьем, где-нибудь, то старички обычно вот коротко вам отвечают, ответят, скажут «Да, окей». Пишите, вот мне предлагают так решить эту ситуацию, это правильно или нет? И между работой, между каким-то в какой-то свободный момент вам, скорее всего, ответят, если вы везде напишите. Поэтому проверяйте решение любого хелпера, проверяйте, особенно если он начал работать недавно. Прям подстрахуйтесь на всякий случай. Идём к Анечке. Что можно сделать сейчас? Анечка имела право на конвертацию, и можно попробовать сейчас всё-таки провести эту конвертацию. Понятно, что шансы сейчас очень хлипкие, потому что просрочен ВНЖ. Но есть решение суда, которое позволило провести конвертацию даже с просроченным студенческим ВНЖ. Здесь внизу в описании поставлю ссылку, по которой можно будет зайти в мой кабинет и скачать это решение суда, потому что в описании оно не поместится. В этом решении суда человек подался на конвертацию уже после того, как просрочен ВНЖ, но у него был контракт на работу. Пока у него был ВНЖ работал, у него был контракт на работу, он заключил контракт на работу. И суд признал, что да, нормально он, мол, человек, да, у него просрочился ВНЖ, но он показал свою готовность работать и показал свою способность зарабатывать и содержать себя. Теперь, если Анечка найдёт доказательства того, что она способна сама на себя зарабатывать и способна себя содержать, тогда, скорее всего, ей тоже могут позволить эту конвертацию. Что нужно? Нужно вспомнить, работала ли она в период, пока ВНЖ был действующим. Все доходы собрать. Если есть деньги на щеду, тогда можно, правда, подаваться как лавору аутоному, показывать, что я выполняла эту работу всё равно, вот мои доходы. Там, правда, налоговую декларацию надо будет делать. Ну, ладно. Лучше, конечно, если появится работодатель, если она где-то работала по контракту. И если этот же работодатель, где она работала по контракту, скажет, что да, я готовлю её принять на работу, как только у неё будет рабочая ВНЖ, я готовлю принять на работу на полноценный контракт. Вы ищете работодателя, который не заключает контракт, а лишь заявляет о том, что он готов вас взять на работу. Рыбу этого заявления я тоже, модуль этого заявления я тоже могу вам отправить. Поэтому пишите, если вдруг у вас такая ситуация, что вам нужно конвертировать в студенческий. Итак, я вас, наверное, забудала. Ещё раз. Если ВНЖ студенческий уже просрочен, были случаи, когда всё равно можно было конвертировать. Анечка собирает доказательства того, что она сможет себя содержать. И бежит к государственным хелперам, бежит в ближайший КАФ или патронат. Я, к сожалению, не смогу физически это взять. Конец декабря, поэтому не смогу сейчас. Вот. Бежит к государственным хелперам и просит, чтобы они подали запрос на nulla osta conversione студенческого permesso di suggiorno per istudio e permesso di suggiorno per lavoro subordinato. Если они скажут, что вот нет, нельзя уже просрочен ВНЖ, показывать им это решение суда и найти тех, кто согласится. Понятно, что государственные хелпери, они не очень хотят работать, не очень хотят брать странные практики, поэтому они будут пытаться вот её отправить во своясе. Но надо. А что делать? Надо прям найти того, кто всё равно за это возьмётся. Поэтому, Анечка, первый вариант запрашивает nulla osta. Это не профессиональная рекомендация, это всего лишь совет, потому что время уже просрочено, и профессиональная рекомендация уже невозможно дать в этот момент. Окей? Идём дальше. Что бы посоветовала моя подруга Машенька? Машеньку вы знаете, она вообще такая вот немножко разбойница, она пытается найти всё время, где есть какие-то вот свободные места в законе, где что-то не прописано, чтобы вот использовать эту недосказанность в пользу клиента. Что бы посоветовала Машенька? Машенька бы сказала следующее. Поскольку Анечка обмолвилась о том, что у неё есть сожитель, друг там, какой-то жених, поэтому отправлять запрос в любом патрунату, попросить заполнить конверт, запрос на рекеста пер мессо десоджорну пер аттеза окупационе, то есть на ожидание работы, на поиск работы. Они всё это заполняют, Анечка отправляет этот конверт на почте, и на почте получает квитанцию, квитанцию о том, что она отправила этот конверт. На почте тоже могут сопротивляться, потому что уже просрочено, но она должна говорить, что вот не моя вина, не по моей вине, я поговорила с префектом, мне сказали, что без моей вины тоже можно отправлять. В общем, находит почту, которая отправляет. Итак, находит сначала, очень сложно, потому что Анечке нужно сначала найти патрунату, который заполнит этот конверт, найти почту, которая возьмёт этот конверт. После того, как она получила этот конверт с квитанцией, она прописывается вместе с женихом. Муниципалитету должно бы хватить действующие ВНЖ, просроченные ВНЖ плюс квитанция. Муниципалитет может обратить внимание, что там просрочено слишком длинно, и отказать. Но некоторые муниципалитеты могут посчитать, что вот Анечка всё равно сделала всё правильно, она старалась, не по своей вине, и поэтому всё-таки её прописать. Если муниципалитет прописал Анечку вместе с женихом, если жених согласен на то, чтобы подписать контракту де конвивенца, и они тогда регистрируются в муниципалитете как конвивенти, как пара, и всё. И на отпечатке уже в квестуру Анечка в таком случае приходит с сертификатом общей прописки, с договором сожительства, который зарегистрирован, и с заявлением сожителя о том, что он берёт её на содержание. Плюс доходы сожителя. То есть его там унику или его код, который показывает, что он зарабатывает достаточно. То есть, что за 23-й год он заработал, или за 22-й он заработал минимум 12 тысяч евро. Всё. С этими бумагами Анечка приходит в квестуру. И тогда у квестуры есть несколько способов всё-таки выдать ей ВНЖ. Квестура может принять во внимание, что Анечка правда хотела сделать всё правильно. Анечка пришла в сервисное агентство, попросила продлить ВНЖ, а они сделали неправильно. Это не её вина. И тогда Анечки либо могут выдать ВНЖ на поиск работы, как тот, который она запросила в конверте, либо могут выдать семейное ВНЖ на 5 лет, потому что она придёт с пропиской и с бумагами от сожителя, либо ей могут... Либо, если к этому времени уже выйдет Нула Оста, префектура выдаст Нула Оста, то ей прямо сразу и выдадут рабочие ВНЖ с правом на работу. Поэтому есть такие три способа выхода из ситуации. Слабые, хлипкие, очень хлипкие. Но если Анечка решает сделать хоть что-то, а не просто сесть на самолёт и улететь обратно домой с волчьим билетом... Повторяю, непрофессиональная рекомендация, поэтому... Поэтому то, что есть. Мораль. Я уже сказала. То есть если вы идёте к кому-то из хелперов, проверяйте. Проверяйте, переспрашивайте ещё у других. Понятно, что работы много. И старички, ну те, кто уже давно на рынке, кто уже давно занимается этим, у кого уже там сервисное агентство много лет, у них может не быть времени физически вам помочь. И хорошо, что есть молодёжь, которая помогает, которая хоть какую-то часть работы берёт на себя. Но могут ошибиться. Поэтому всё-таки проверяйте. Всё-таки пишите, стучитесь во все мессенджеры, везде, куда можете стучить, пишите, и тогда вам в любом случае ответят. Кто-то из старичков всегда ответит, потому что мы правда стараемся сделать максимум чего-то полезного, как только появляется какая-то свободная минута. Всё. От вас лайк, комментарий, хороший комментарий, и поделиться этим роликом, чтобы тоже помочь другим людям. Всё. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok